Доброе утро! Сегодня хороший солнечный день. Надеюсь, будет хороший день сегодня для каждого из вас. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о нашем с вами здоровье. Как важно хранить здоровье. Потому что Библия говорит, называя наши тела храмом Святого Духа. Что храм сегодня не в Иерусалиме, храм сегодня там, где ты. И храм Святого Духа это твое тело. Это не просто ты. Это твое физическое тело. И далее Библия говорит, Павел говорит в послании к Таинфе, нам сказано о том, что кто разрушит этот храм, того покарает Господь. Поэтому что нам важно? Нам важно, чтобы храм созидался. Нам важно, чтобы храм был целым. Знаете, как любая вещь мы покупаем или берем в пользование, а наши тела и наша жизнь это то, что мы, можно сказать, мы используем, это даровано нам Богом. То везде есть некая инструкция. И везде есть вещи, знаете, по гарантии можно что-то поменять, но есть гарантийные условия. Это не делай, это не делай, это не делай. А если сделаешь это, то гарантийные условия снимаются. И также самое с нами. Что важно, чтобы мы с вами были здоровыми? Важно правильно работать. То есть важно работать. Но также самое важное и отдыхать. Об этом говорит нам с вами заповедь Божья. Помни день субботний. Шесть дней работы, седьмой день Господу. Отдыхай. Это важно. Далее, также очень важно, это наше питание. Что мы едим? Как мы питаемся? Знаете, бесполезно есть все подряд, а потом жаловаться на то, что у тебя что-то болит. Знаете, потому что ты сам все это и совершил. Третья сторона вопроса, которая очень важна, это посещать специалистов, посещать врачей. Проходить медицинское обследование. Мы это очень не любим. Мы не любим этого с детства. Почему? Потому что в детстве мы не любили врачей, потому что они приносили нам боль, они прописывали нам уколы. Медсестры их нам делали. Мои дети, у нас есть медсестра, которая обслуживает наших детей. И когда они ее видят, они бегут от нее. И когда мы вырастаем, у нас внутренне такое есть некое решение. Я больше не пойду к врачу. Если будет что-то со мной не в порядке, я лучше скажу в аптеку, мне что-то посоветуют. И я сам себе все пропишу. Но это потом вылазит, извините за выражение, вулком. Поэтому лучше, я вам советую, посещать специалистов. Хотя бы раз в году. Лучше каждые полгода. Но хотя бы раз в году. Хотя бы сдавать какие-то общие анализы. Для того, чтобы наблюдать за своим организмом. Кто-то может сказать, но это против моей веры. Нет, это за вашу веру. Знаете, наблюдайте. То есть, верьте Богу в свое исцеление. Ходите в исцеление. Но при этом наблюдайте, как Бог вас исцелил. Поэтому пусть Бог благословит вас. Ходите здоровыми. И если вы посмотрите эту передачу утром, то, пожалуйста, помолитесь за мою маму. Ее сегодня в 10 утра делают операцию на позвоночнике. Потому что у нее лопнул диск позвоночника. И ей будут удалять осколки. И поэтому помолитесь, пожалуйста, за нее. А если вы будете уже смотреть эту передачу днем или вечером, то помолитесь за ее скорейшее восстановление. Пусть Бог благословит вас. Хорошего вам дня. С Богом.